Санкт-Петербург, 7 февраля 2024 года, Одесская улица. Именно на этой улице 11 сентября 1873 года зажглись первые электрические фонари. И здесь установлен памятник фонарщику и небольшой музей фонарей под открытым небом. Вот этот памятник фонарщику. Его открыли в 1998 году. Авторы проекта скульптор Сергеев и Панкратов. Архитектор Спиридонов сделал на улице рядом с памятником Небольшой музей фонарей. Памятник небольшой, меньше двух метров. Считается почему-то... Для исполнения желаний нужно натереть ногу. Вот кто-то трет нос. Отлил этот памятник мастер-литейщик Манзевитов. И открыли его в день основания города в 1998 году. Повторюсь. Здесь надпись. Фонарщик. А вот бутыль для масла. Первые масляные фонари здесь появились в 1720 году. И соответственно появилась профессия фонарщика. А Ладыгин со своими лампочками эту профессию упразднил. Хотя фонари масляные. И фонарщики еще до 30-х годов нашего века здесь зажигали фонари. Вот у нас первый фонарь. Это масляный фонарь. Фонарщики проходили по полицейскому ведомству. В основном шли отставные солдаты. И ходили с лестницами. Вот второй фонарь. Сейчас к нему подойду. Копия фонарей голландского образца. Не знаю вот он какой газовый или какой. Это я не могу сказать. Это у нас похоже электрический фонарь. С лампочкой Ладыгина. Потом у нас яблочков. Лампочки тоже делал получше даже чем у Ладыгина. Но первым все таки считается Ладыгин. И вот еще два фонаря. Один из них газовый, второй керосиновый. Какой из них какой, не могу сказать. Вот это все таки похоже наверное керосиновый. А вот это уже наверное газовый. Потому что снизу здесь открытый участок. Чтобы если тут газ взрывался, чтобы все уходило вниз. Такой вот небольшой музей под открытым небом с памятником. На Одесской улице в Санкт-Петербурге. Сейчас здесь находится ЖКС Жилкомсервис номер 3. Сегодня 7 февраля 2024 года. Смоленское муниципальное образование. Все, пошел.